Всем привет, друзья! Сегодня у нас среда, 29 мая 2024 года. И сегодня у меня для вас новости о принцессе Кейт Миддлтон. Наверное, первая самая хорошая новость – это то, что получается принцесса Кейт жива. Те, кто говорил, писал мне в комментарии, что, скорее всего, что принцессы уже нет в живых. Ну вот, хочу обрадовать, ну а также всех поклонников принцессы Кейт и всех интересующихся. Наверное, новость хорошая в том, что принцесса всё-таки жива. Но подробности сейчас я вам расскажу. Так вот, буквально день назад снова испанская журналистка Конча Кальеха, которая впервые рассказала нам о тяжёлом послеоперационном периоде икоме принцессы Уэльской, вновь выступила с новыми новостями о здоровье Кейт. Кенсингтонский дворец хворонит молчание по поводу состояния Кэтрин. Нет никаких официальных известий с момента записи видео, где будущая королева признаётся в том, что у неё рак. Всё, что касается её здоровья, хранится в строжайшей тайне. Но Кончика Лехи удалось собрать новую эксклюзивную информацию. Она узнала, что лечение от рака не закончится до августа, и Кейт предстоит ещё одна операция до конца этого года. Конкретно о Кейт мне сказали. Я хотела бы сказать вам, что худшее уже произошло, но это неправда. Лечение заканчивается только в августе, и до конца года ей придётся пройти ещё одно хирургическое вмешательство. Я думаю, что на данный момент мы её не увидим, по крайней мере до тех пор, пока она не поправится. И частично эта информация подтверждается. Почти все СМИ Британии написали, что Кэтрин британцы не увидят до конца 2024 года. Также есть неподтверждённая информация о подготовке дворца нового видео, где снова будет выступать Кейт, но в нём она должна рассказать о предстоящем долгом отсутствии, но в этот раз рядом с ней будет её супруг принц Уильям. Хотя есть и другие слухи. Совсем недавно появилось предположение, что Кэтрин намерена появиться 15 июня на параде в честь дня рождения короля Карла Третьего. Традиционно королевская семья появляется на балконе. Там якобы и будет Кейт. Ну, а нам, как говорится, осталось всего немного, чтобы подождать и убедиться, что, возможно, так и будет. Ну, и здесь, наверное, будет уместно рассказать, кто же такая эта конча кольеха. Так вот, это испанская писательница и журналистка. Её деятельность была сосредоточена на журналистике, биографиях исторических или известных людей. Она сотрудничает со многими программами. И в частности, вот сейчас, в настоящее время, она сотрудничает с программами, которые основываются на расследованиях преступлений, которые, предположительно, были организованы или до сих пор не раскрыты. Это я вам читаю информацию из Википедии, которую вы можете также сами открыть и посмотреть. И здесь очень много книг, которые она написала. В частности, вот книга о Майкле Джексоне, ею написанная, и две книги, которые она посвятила Диане, принцессе Диане, где также, говорят, она много приводит подробностей о гибели принцессы Дианы. И вот сейчас эта журналистка очень заинтересовалась именно судьбою Кейт Миддлтон. И здесь, наверное, есть много причин её интереса. Ну и первая причина, сама собой разумеющаяся, то, что Кейт Миддлтон – это должна была быть будущая королева Великобритании. Именно тот факт, что Кейт Миддлтон – это первая королева из народа, её все ждали именно по этой причине, потому что она такая же, как и мы, думали все британцы, ну и вообще все во всём мире. И так как, по слухам, кончак Альеха имеет обширные связи с королевскими помощниками, и у неё, естественно, информация вся из первых рук. И то, что кончак Альеха рассказывает о состоянии Кейт Миддлтон на программах телевизионных, в частности, в программе «Фиеста», она прокомментировала, что состояние здоровья принцессы Уэльской намного серьёзнее, чем сейчас нам пытается преподнести дворец. Так вот, в этой программе на испанском телевидении она поделилась подробностями, которые ей стали известны. По её информации, у Кэтрин была сделана операция ещё в конце декабря, последний раз, когда её видели сотрудники дворца за рождественской трапезой. И после этого она почувствовала себя очень плохо. 28 декабря её в срочном порядке увезли в больницу, где и сделали срочную, незапланированную операцию. Операция прошла сначала вроде бы успешно, но потом что-то случилось в послеоперационный период, и пошли серьёзные осложнения. Ситуация углубилась до такой степени, что дворец был вынужден сделать заявление об операции, чего вначале они делать не собирались. И вот вы знаете, мне кажется, что этой журналистке испанской, Кончик Альехи, всё-таки, наверное, следует доверять, потому что она, скорее всего, знает о той информации, которую ей предоставляют. И она, скорее всего, уверена, что эта информация точная, иначе бы она так открыто не выступала на телевидении и не рассказывала обо всём этом на весь мир, как говорится. Потому что вы представляете, какая может быть ответственность вдруг, если что-то такое, она говорит не так, как есть на самом деле. То есть за все эти фейки королевская семья и адвокаты королевской семьи тут же привлекли бы её к ответственности. Хотя вы тоже, наверное, знаете, что сплетен по поводу того, что случилось с Кейт Миддлтон, по поводу её состояния, её болезни, очень много и в газетах, и на телевидении, и тем более в Ютубе, кто во что гораст, и кто какие версии не выдвигает. И странно то, что Королевский дворец как-то не очень сильно реагирует на все эти новости. Он хранит молчание, особенно сейчас, после того, как несколько раз потерпел фиаско со своими вот этими вот фейковыми какими-то фотографиями и фейковым видео. И наверняка вам тоже попадалась вот эта фотография, которую уже только ленивый не обсудил, где якобы Кейт и Уильям вот бегают здесь по какому-то рынку открытому в поисках хлеба, как там сначала нам это было всё преподнесено. И что Кейт такая весёлая, счастливая, и несколько километров вот они такие бегают пешком, и даже без всякой охраны по этому рынку. Ну и, конечно же, здесь тоже очень много было споров по поводу того, на самом ли деле это Кейт Миддлтон, или это девушка какая-то похожая на неё. Ну и сейчас уже все сошлись во мнении, что такого просто быть не может, чтобы это была действительно реально Кейт. Скорее всего, девушка похожая, или может быть даже тоже какая-то очередная подделка нейросети. А тут ещё уважаемый британский журнал Таттлер, журнал о моде и стиле, подлил масло в огонь, как говорится, когда опубликовал портрет принцессы Уильской Кейт Миддлтон на своей обложке. И это вызвало волну критики и недоверия среди поклонников королевской семьи. Сразу стали говорить, наша Кейт Миддлтон совсем по-другому выглядит. Кто это на обложке? Некоторые даже стали подозревать, что это портрет Роуз Хенбери, потому что узкие глаза, отсутствие блеска в них, отсутствие оптимизма и бешеной энергетики, это, конечно же, Роуз, а не Кейт. А где наша Кейт? Эта странная девушка на обложке совершенно не похожа на нашу любимицу Кейт Миддлтон, возмущались британские подписчики. Многие говорили, что если бы не подпись на журнале, мы бы вообще не поняли, что это за персонаж здесь изображён. Как выяснилось, это произведение искусства, созданная британско-зомбийской художницей Ханной Озер, изображает Кейт во время первого государственного банкета правления короля Карла III в 2022 году, который совпал с государственным визитом Южной Африки. На картине принцесса изображена стоящей грациозно лицом вперёд в белоснежном вечернем платье в пол с накидкой, украшенной сверкающими деталями. Как объяснила художница, она попыталась изобразить Кейт грациозной и величественной, но ничего из этого не вышло. И опять очередной ляп и очередное фиаско. И многие британцы сошлись во мнении, что королевской семье Великобритании давно уже пора сменить и пиарщиков, и художников, и монтажёров с их графическими дизами и ляпами бесконечными. Но вернёмся к болезни Кейт. После того, как дворец заявил, что заявление кончика лехи о том, что Кэтрин, принцесса Уэльская, находится в коме, после операции были ложными, журналистка повторила свои утверждения в испанском шоу «Фиеста». «Я по-прежнему придерживаюсь всего, что сказала, несмотря на сожаления», подтвердила коллега. «Я затронула нервы, а нервы всегда болят. И именно это и произошло. Не было ни одного заявления, опровергающего это, ни единого. И я доверяю своему источнику», снова заявила коллега. Вот такие у меня сегодня для вас новости, друзья. Нам остаётся только ждать, наверное, до конца года. Может быть, что-то прояснится раньше. Будем смотреть. А я постараюсь для вас все самые свежие новости также озвучивать и рассказывать. Пожалуйста, поставьте лайк те, кому понравилось сегодняшнее моё видео. Я также приношу извинения за то, что долго не выходила к вам на связь. Целую неделю я отсутствовала, потому что была опять в путешествии с моим другом. Если кому-то это интересно, пожалуйста, также задавайте вопросы. И, возможно, я выйду с вами на связь. В скором времени расскажу обо всём подробно. Всем всего доброго. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok